Дичь заказывали? Утка на праздничный стол. У утки удаляю оставшиеся перышки. Производить из халтурил. Теперь мне придется постараться. Помощники можно взять пинцет, а можно просто ножичком. Перышки почистила и тушку, конечно, помыла. Теперь надо почистить все внутри, чтобы ничего лишнего не оставалось. Ну а теперь в помощь бумажное полотенце. Убираю всю лишнюю влагу внутри и поверх тушки. Горлышко закалываю зубочисткой, а лишнюю кожу срезаю, она нам все равно не понадобится. Хрустящая она все равно не будет, а только даст лишний жир. Часть хвостика тоже срезаю, чтобы не испортить вкус утки. Теперь хорошо натираю утку солью сверху и обязательно внутри. У меня утка на 2 килограмма и понадобится примерно полторы чайные ложки соли. Оставляю утку на тарелке, пусть немного отдыхает. А пока приготовлю начинку для утки. Мелко нарезаю репчатый лук и отправляю его в сковородку. Добавляю к луку растительное масло. Теперь порежу грибочки крупными кусочками, так вкуснее. У меня лисички. Осенью я их отвариваю и замораживаю, а зимой добавляю в разные блюда. Лисички можно заменить любыми грибами по вашему вкусу. Гречку надо обязательно хорошо промыть и отправляемся к плите. Грибы с луком помешивая обжариваю до готовности. А в кипящую воду отправляю гречку и добавляю немного соли. И варю гречку до полуготовности. Грибочки поджарились. Теперь добавляю черный молотый перец, соль по вкусу и перемешиваю. И снимаю с огня. Приготовлю маринад. Понадобится 1 чайная ложка меда, любого, кроме гречишного, он может немного горчить. Добавляю соевый соус 3 столовые ложки, 1 чайную ложку молотого имбиря, пол чайной ложки черного перца и большой зубчик чеснока. Теперь все перемешиваю. И еще возьму дольку апельсина. Выжимаю сок в маринад, а оставшийся апельсин пойдет для украшения. А маринад надо хорошо перемешать до однородности, чтобы мед полностью растворился. Гречку смешиваю с грибочками, это уже очень аппетитно. Убираю с тарелки лишнюю влагу. И теперь утку буду смазывать ароматным маринадом со всех сторон и обязательно внутри. Духовку уже включила разогреваться на 200 градусов, плюс конвекция. Теперь фарширую утку. Гречку с грибами плотно выкладываю вовнутрь, заполняя полностью утку. Для аромата добавляю сельдерей. Можно также свежий шалфей, базилик или веточки петрушки. Утку зашивать не буду. Форму для запекания закрываю фольгой, это очень удобно. Потом фольгу просто выбрасываю и форма легко моется и чистить не надо. Перекладываю утку в форму и сделаю для утки милый хвостик из свежего розмарина. Он придаст божественный аромат. Промазываю утку оставшимся маринадом и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Прошло 20 минут. Понижаю температуру в духовке до 180 градусов и достаю утку. Промазываю всю утку образовавшимся соком и обратно в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Прошло 20 минут. Достаю утку и повторяю процесс смазывания утки соком. Переворачиваю другой стороной и еще на 20-30 минут в духовку. Друзья, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новых рецептов. Уже подрумянилась, очень красивая и ароматная. Пропитываю еще раз соком и в духовку на 20-30 минут. Эту процедуру надо повторить 4-5 раз. В общей сложности утка готовится 1,5-2 часа в зависимости от духовки и размера утки. И по традиции апельсины. Блюдо украшаю зеленью и дольками апельсина. Друзья, посмотрите, какая красивая, румяная аромат бесподобный. 10 минут, пусть немножечко она отдохнет, и мы будем пробовать. Для красивой подачи, чтобы утка блестела, смазываю ее тем же соком, в котором она запекалась. Давайте скорее пробовать. Такая красивая, ароматная уточка. Уже невозможно больше ждать. Конечно, с уткой надо повозиться, но это того стоит. Она украсит любой праздничный стол. Попробую сначала ножку. Очень вкусно. Очень. Такое нежное мясо. Шикарно. Невероятно вкусно. Теперь я попробую грудинку, как она получилась. Тоже великолепно. Но ножка, она все-таки более сочная, чем грудинка. Но все равно это очень вкусно. Такой нежный аромат розмарина, чесночок. Бесподобно. Сейчас посмотрим, что же у нас тут получилось с гречкой и грибочками. Друзья, восхитительно. Просто восхитительно. Обязательно приготовьте. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Такую утку можно приготовить не обязательно на рождественские или новогодние праздники. Она украсит любой праздничный стол. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу. И приятного вам аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...